здравствуйте наша очередная встреча на огороде не сулит вам ничего хорошего потому что я с вилами и секатором и мы с вами будем выкапывать чеснок я приветствую телезрителей афонтова и конечно же своих почитателей подписчиков на канале на ютюбе голова садовой тети тани выкапываем чеснок и не все не просто так как вы думаете вы же примчитесь на дачу вот с такими глазами потому что раз в неделю и не знаете куда бежать давайте поступим так вот вы приехали на дачу до подкопали чеснок и оставьте его бога ради пусть он неделю лежит отдыхает что такое подкопали смотрите внимательно ставим вилы подальше от самого чеснока подкопали не задевайте луковицу подкопали то есть оборвали надорвали ему корни вот так вот в таком состоянии как я это сделала ну пусть он неделю до следующего вашего приезда постоит пускай он отдохнет привыкнет к тому состоянию что его вырвали оторвали от мамы земли и у него все питательные вещества которые находятся еще вот здесь вот в этих уже пожелтевших перьях они все уйдут в луковицу естественно она увеличится естественно ее рубашки станут замечательными вот время выкопки чеснока это 13 14 августа вот за неделю вот это все бы обсохло и все бы отвалилась посмотрите видите сколько земли а видите друзей сколько у чеснока это черви дождевые и принято считать что они не едят наши корнеплоды да вот уж и я и не знаю что сказать наверное все таки едят я попробую конечно от землю от трясти от головок ну в общем неплохой чеснок скажем честно ну вот так вот он уже оделся в рубашку у него сиреневая рубашка кстати сказать для сибири рекомендованы не белые чешуи у чеснока а все-таки темно-сиреневые и даже коричневато-сиреневые я бы так сказала что нужно сделать дальше берем секатор вот когда вы его вытащите вот это нужно проделать сразу operation убираем корни очень трудно конечно их обобрать сразу все длинны но убираем потому что в корни уйдет много питательных веществ а мы не можем себе этого позволить у чеснока есть одна проблема это трипсы они живут вот там в донце потом отправляются гулять по этим перьям то есть все подсасывают все съедает и наша задача сейчас отрезать так чтобы трипсом нечего было есть чтобы они вот отсюда они сейчас находятся именно здесь чтобы отсюда они сюда уже не переползли и мы отрезаем оставляя 23 сантиметра стрелки вот это все нам не понадобится посмотрите 23 сантиметра стрелки вот так вот и все теперь чеснок нужно убрать в такое место где открыто проветривается и не жжет яркое солнце чтобы он высох окончательно потом по рубашкам посчитаем сколько их будет рубашек ну естественно чем больше рубашек чем холоднее следующая зима я надеюсь что вы все слышите и все понимаете это цветущий бутон чеснока вот так он цветет и вот в этой вот в этом бутоне находится я сейчас покажу находятся как раз маленькие чесночинки это и есть семена чеснока когда нужно выкапывать чеснок вот смотрите сначала появляется стрелка стоит прямо потом она делает такую петлю и выглядит вот так и вот в этот момент мы всегда обрезаем стрелки я оставляю одну для того чтобы понимать когда его удалить пока не обрезаю смотрите потом чеснок постоит снова развернется и начинает увеличивать вот этот бутон и в этом бутоне сначала маленькие цветочки они тут есть вот совсем крохотные а потом образуются вот такие чесночинки и вот он лопнул видите все оболочка лопнула и чесночинки готовы упасть на землю укорениться и на следующий год образовать довольно приличную круглую луковичку обрезаем вот смотрите я его открываю чехлик вот я вычистила все из этих из этого бутона и у меня на ладошке посмотрите какие зубчики и на следующий год разовьется вот такой круглый не имея боковых зубчиков разовьется вот такой чеснок можете смело его сеять отправлять его в засолки какой из них нужно оставить на семена головка чеснока который имеет самые большие зубчики не то что их больше они самые большие именно самый большой самый лучший оставляем на семена потому что какое семя такое и племя ну а на этом все до свидания